Приветствую вас! Первое, с чего мне хотелось бы начать, это с того, что для меня осталась загадкой цель вашего такого вот поступка. То есть, зачем вы подарили букет? С какой целью, если вы сомневаетесь в том, что можете и, я так понимаю, хотите строить с этой девочкой отношения? Это загадка. Не менее загадочным мне представляется и смысл вашей последней фразы, где вы говорите о том, что если и будете начинать отношения, то не новые, а не старые. Тоже непонятно, что это значит, если вы начинаете, если вы хотите начинать отношения новые, то что это значит с новой девушкой? Если с новой девушкой, то мы должны дарить букет этой. Если, если новые отношения со старой девушкой, вот, значит, то тогда, опять же, непонятно для чего, вы подарили букет. Потому что это не восстановление старых, это не восстановление новых отношений, это не восстановка их, это продолжение старых. Далее. Значит, теперь, смотрите, вы пишите, разошли с девочкой 8 месяцев назад. Ну, опять же, разошли с девочкой 8 месяцев назад из-за чего-то. То есть, по какой-то причине. Вот. Соответственно, нужно понять по какой. Нужно разобраться по какой причине вы расстались. А иначе, значит, это будет, ну, просто наступление на те же грабли. Понимаете? Вот. Я думаю, что именно по той причине, да, что неречённые проблемы, они снова дадут особи знать, если вы захотите как-то их, ну, отношения, в смысле, восстановить. Вот. Поэтому мне кажется, что в первую очередь нужно обязательно разобраться вот с этим моментом. Что является принципиально важным. Вот. Из-за чего вы расстались? Сделали ли вы какие-то выводы? Ну, из того, что вы расстались. Вот. И если да, то какие, а если нет, то, соответственно, если нет, то почему? Вот. Дальше. В общем, человек сейчас хотел просто сделать приятно и подарил через курьеры огромный букет роз и оставил анонимную записку. Ну, если вы действительно хотели своей девочке просто сделать приятно, вот просто, просто сделать приятно, то в этом случае вам вообще ничего говорить ей не нужно и напоминать о себе в общем и целом тоже не нужно. Потому что, если вы просто хотели сделать девушке приятно, то вы её уже сделали, она была довольна, в шоке, но вы свои цели добились. Вот. Ну, в этом контексте. Вы свои цели добились. Если вы хотели чего-то ещё от этого, да, если вы хотели чего-то ещё от девушки, например, это уже другой разговор, это уже другой момент. Здесь нужно уже смотреть, а чего вы хотели бы, вот, а что вы желали бы, вот, что вам нужно, понимаете, какая сторона. Вот. И мне кажется, что это тоже очень важный момент, чтобы вы сами для себя определили то, что вам нужно. В этой вот, значит, ну, в этой конкретной, конкретной ситуации. Вот. Далее. Далее вы пишите следующее. Курьер сказал, что она была в восторге и шоке. Что это значит для вас? Какие это чувства вас возбудило? Дальше. На записке написал букву В. Зачем? Обношение вернуть раньше хотел. Ещё люблю её, но сейчас сомневаюсь. Если любите, то как проявляется ваша любовь, как это, ну, скажем так, уживается с причинами ваших ссор и расставанов. Вот. А дальше идём. Следующий момент. Значит, так. Вы пишите, что сомневаетесь. Нужно понять природу ваших сомнений, в чём именно вы сомневаетесь и по какой, собственно говоря, причине, да? То есть, что составляет тело ваших сомнений. Опять же, как эти самые сомнения, как они, ну, соотносятся с тем, что вы девушку свою ещё любите и сделали ей подарок и так далее, и так далее, и так далее. После букета пишите вы, стоит ли напоминать о себе как-то, если да, то как лучше это сделать, чтобы не вызвать опять старых обит. Ну, вот вы понимаете, в чём дело, да? На какой момент. Если... Это вам решать. Это вам решать. Нужно, чтобы вы сначала все вот нюансы, которые я раскрыл, для себя определили, да? А уже потом, после этого, вам будет понятно, стоит или не стоит. Потому что, вот пока, сейчас, на данный момент, мне представляется ситуация такой, что не стоит, потому что непонятно вообще от чего вы хотите. Но если вы её любите, она нам дорога, девочкой я имею в виду, то можно и нужно даже, значит, себя проявить. Но, по поводу, в контексте обид, да, в контексте обид, вот, именно обид старых, я думаю, что обязательно нужно будет разговаривать с вас, видите как, у вас нет желания именно про обиды разговаривать с девочкой, да? То есть, видимо, между вами что, не было доверия на должном уровне, я полагаю? Или что, что вы, вот, не готовы обсуждать проблемные моменты? Вы не понимаете, что, если обиды не обсуждать, то, соответственно, как бы, они дадут о себе снять рано или поздно. И я полагаю, что если вы просто девочке напишите о том, что, вот, например, либо просто поздороваетесь, либо напишите, что вы хотели сделать ей приятное, не для чего, то старые обиды не должны возникнуть. Или вы считаете по-другому. Вот. Далее. Мне осталось только лишь завершить свой ответ вопросом к вам по поводу вашей позиции, позиции и того, насколько она, эта позиция чёткая, насколько она ясная для вас хотя бы самого, потому что пока что мне показалось, что у вас масса противоречий, которые вам не позволяют выявить какую-то такую общую стратегию, стратегию, значит, своего поведения и, соответственно, из-за этого у вас и возникают такие противоречия, такие непонятные моменты. То есть определите сами, чего вы хотите, определите сами, что вы чувствуете, определите сами суть своих, например, сомнений, допустим, если эти сомнения есть, вот, и соответственно с ними уже можно будет что-то делать, с ним уже можно будет, ну, как-то работать. А пока я боюсь, что у вас просто полная неопределённость, и из-за этого, из-за неопределённости вы сами не знаете, что будете делать. Вот. Я думаю так, и на этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо! Продолжение следует...